Период нерабочих дней положительно повлиял на эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом в эфире программы «Звоните доктору» на телеканале «Самаргиз» в четверг рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Полтора года назад, когда программа только запускалась в начале пандемии, он нашел время, чтобы прийти на эфир и стал первым гостем. А в этот четверг подвел итоги уходящего пандемийного года. По словам министра, две недели нерабочих дней позволили третьей волне коронавирусной инфекции пойти на убыль. Регресс продолжается и по сей день. Если в пиковые дни, конца октября, с которыми мы подошли к началу нерабочих дней, общее количество одновременно болеющих составляло более 65 тысяч человек, из которых 35 тысяч – это подтвержденный коронавирус, еще 25 тысяч – это пациенты с ОРВИ с подозрением на коронавирус и почти 8 тысяч человек, находящихся на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом коронавируса. Сейчас общее совокупное количество пациентов меньше в три раза. В день регистрируют примерно по 600 заболевших, а не по 2000, как раньше, отметил министр. Также Армин Бинян рассказал, что сделать прививку особенно важно людям, страдающим хроническими заболеваниями и даже онкологией. В этом случае медики рекомендуют спутник ВИ. Для прививки необходимо выбрать период между химиотерапией и привиться. Кроме того, сейчас в стадии регистрации находится назальная вакцина. Как только начнется ее масштабное производство, она поступит в регион. Какую бы вакцину ни выбрали жители Самарской области, главное, по словам Армена Биняна, привиться. Мы никогда не говорили, что она создает стопроцентные защиты. Да, к сожалению, она не создает стопроцентные защиты. Но она позволяет, даже если вы заболели, существенно легче перенести заболевание. Процент тяжелых форм в 4-5 раз меньше у вакцинированных, чем у невакцинированных. На сегодняшний день из всего количества госпитализированных стационаров около 16-17% это тяжелые формы. Это потенциально неблагоприятные исходы. За каждого из них приходится очень сильно и много бороться. При этом процент тяжелых форм у вакцинированных ранее – это 2-2,5%. По словам министра здравоохранения, третья волна была существенно больше, чем первая и вторая вместе взятые. В регионе было развернуто 8,5 тысяч коек. Сейчас их число снижается, но в любой момент они могут быть снова введены в строй. Тем более, что новый вид вируса омикрон имеет высокий коэффициент распространения. В России уже более 20 зарегистрированных случаев, все они локализованы. Принципы лечения нового штамма те же. В Самарской области есть запас лекарств. Но не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно носить маски. И следует помнить, что ни одна ограничительная мера отдельно не дает эффекта. Только комплекс мероприятий позволяет добиться каких-то результатов. Виктория Шарея, События.